С каждым днём всё чаще жители нашей страны используют услуги интернет-магазинов. Продвижению торговых платформ поспособствовали аналитики. С тонкостями этой профессии познакомились севастопольские старшеклассники на уроке цифры. Беспрерывно аналитики изучают потребности населения, развитие экономики в условиях её цифровизации и эффективность рекламы. Эти специалисты стремятся быть в курсе последних новостей. Ведь только находясь на одной волне с аудиторией, можно продвигать свои идеи. На этом уроке цифры юные севастопольцы изучают, как важно уметь использовать интернет-ресурсы во благо. В мир IT погружаются с головой. Мне нравится сфера IT как раз в своей перспективе. Она раскрывает многие возможности нашей жизни и, по сути, открывает дорогу к будущему. Я хочу связать свою жизнь с IT, а точнее с научной сферой, с робототехникой. Мне очень нравится создание инновационных проектов, что-то изобретать и, в общем, обращать мечты в жизни. Многие в сфере IT не разбираются, путаются и попадаются на мошенников. И поэтому я считаю, что надо проводить подобные мероприятия в школах довольно-таки часто. Нам рассказали про профессию аналитика. И я считаю, что данная профессия полезна в наше время, так как нужно уметь анализировать, что интересует нынешнее поколение. Как правильно пользоваться торговыми площадками, чтобы не попасться на уловки мошенников? Какие существуют формулы для продвижения в социальных сетях? Где искать свою аудиторию клиентов и покупателей? Эти темы интересуют каждого активного пользователя онлайн-ресурсов, в том числе и подрастающее поколение. Для того, чтобы лучше вникнуть в новую информацию, ребята проходят специальные тесты, которые наглядно показывают, как восприятие цвета, размера слов и изображений влияет на продажи в интернете. Сегодняшняя тема была максимально актуальна для детей. Было видно, что они были вовлечены, потому что без маркетплейсов сегодня представить нашу жизнь невозможно. Мы заходим, лайкаем, выбираем, комментируем что-то. Это очень здорово. Ребята даже подтвердили, что у всех у них установлен на телефонах какой-то онлайн-магазин, которым они регулярно пользуются. Для развития нашего города очень важен результат подобных занятий, ведь от мотивации нового поколения реализовывать свои навыки и знания зависит будущее не только Севастополя, но и всей страны. Урок цифры будет проводиться в школах и дальше, и, возможно, кого-нибудь он подтолкнет на собственные изобретения и открытия. Анжелика Желнина, Михаил Волобуев, Новости Севастополя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!